привет всем начинаю свой новый влог запекла курочку немножко на мне подрумянилась я думаю что это из-за специи я добавляла специи красного цвета в общем кажется из-за них вроде запекала всего час в духовке как обычно но вот она такая вот румяная но я люблю такую корочку сейчас накрою сольвой в честь чего я вообще выпекла курицу у нас сегодня семейный праздник у нас годовщина свадьбы с мужем 13 лет мы вместе поэтому решила порадовать свою семью таким вкусным ужином и сварила картошечку с укропчиком сделала с маслицем в общем так покрою пусть она отдыхает устаивается до вечера какая-то я лохматая седая вся кошмар надо краситься знаете я вообще думала сделать милирование необычное такую частое но не знаю прям на измене нахожусь и вроде хочется и с другой стороны не хочется это считай кардинальное изменение будет во мне в образе но будет меньше наверное видно вот эту седину смотреть месяц ровно прошел как я красилась и опять вот завтра зарплата жду зарплату куплю себе краску наверное покрашусь я не знаю или делать все таки милирование напишите ваш совет мне верно может быть опыт как она вообще я хочу вот прям мелкой 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 милирование чтобы у меня практически все волосы на на 90 процентов были милированными кстати я буду блондинка грубо говоря вообще у меня свой от природы цвет видите вот такой у корней темно-русый а как мне будет блондинка я не знаю что будет в общем напишите ваш совет я договорилась со знакомой она при пахе и она может мне на дому сделать милирование у нее дома да так сказать не в салоне а дома вот но до 9 числа потом она уезжает до конца лета и либо только потом в конце лето осенью сделать вообще у меня есть время подумать до осени и решить не знаю что делать прям напишите ваш совет в общем так сегодня нас праздник 13 лет медовщина я вообще шоке просто сколько лет прошло сколько лет мы живем вместе вообще мы с мужем вместе 14 с половиной лет практически 4 14 лет и 5 месяцев 4 с половиной а в браке мы 13 я прям шоке столько лет вместе мы столько всего пережили вместе родили вырастили детей таких классных замечательных и слов нет просто сколько лет прошло время бежит конечно неумолимо быстро сегодня посидим поужинаем вкусно не знаю муж позвонил спросил может купить бутылочку вина вот и шампанского я стала на его усмотрение выбирай что хочешь вот либо вино либо шампанского посидим отметим такой праздник наш большой семейный праздник на можно сказать потому что все таки не первый год мы вместе и конечно я даже не представляю как бы я жила сейчас если бы не встретила своего мужа вообще даже не представляю как бы сложилась судьба если бы я не приехала вообще в ростов много-много лет назад 15 лет назад дай себе не приехала в ростов и не встретила его я не знаю как бы сложилась жизнь были ли у меня дети были бы какие дети это и счастлива что у меня есть сейчас мой муж серёга я его люблю вот и у нас это взаимно мне тоже любит хотя знаете мужчины они не любят говорить люблю да не то что не любят они не знаю почему для них это какая-то проблема сказать я люблю да ну когда спросишь мы же девочки такие вредные спросишь ты меня любишь он всегда отвечает что любит вот ну это может быть даже не важно говорит он это или не говорит просто видно человека по поступкам да можно говорить все что угодно но поступать абсолютно наоборот поэтому я всегда сужу по поступкам мужчины и вижу что он да действительно он меня любит любит наши детей так же как и я их люблю они для меня конечно же самые самые лучшие это счастлива что у меня три мужчины в доме я просто королевы себя ощущаем конечно где-то в глубине души их хочется и хотелось девочку да но я сейчас понимаю что третьего ребенка и уж точно не хочу нет все и есть девочки у нас не будет а я просто королева потому что мне три мужчины в доме я счастлива очень так немножко такой лирическое отступление было просто хочется поделиться с вами своим настроением рассказать вам такое немножко может быть интимное что-то да про любовь про нашу в общем-то в принципе новостей никаких нет вы видели мы в субботу ходили на концерт классно вообще было знаете я хотела детей с собой взять на концерт я им предложила но они сразу отказались они вообще знаете не любят такое тем более сейчас такой возраст особенно у кости подальше от нас старается держаться знаете все таки тринадцатый год мальчишки и уже конечно он ощущает себя взрослым и с мамой с папой и не всегда хочет ходить чуть ли не за ручку да можно так сказать так кирилл такой даже за ручку со мной ходит всегда даже по привычке меня за руку берет когда через переходим через дорогу он всегда меня за руку берет и ты же сам ходишь в школу переходишь дорогу меня же нет рядом зачем ты меня берешь за руку но и мод как-то так вот хочется подержаться но я и не против я хочу продлить этот момент да немножко детства прочувствовать и чтобы он прочувствовал на материнское какое-то тепло заботу так костя он такой вот уже более от нас отстраняется взрослеет растет так вот они отказались от концерта не захотели никуда идти тем более вечером они в основном днем любят гулять на это вечер вот и мы с мужем пошли вдвоем и знаете я вообще не пожалела что я детей не взяла с собой потому что тяжело все-таки в толпе мы сами отвыкли знаете два года вот этой пандемии без концертов без всяких вот этих вот мероприятий мы любители вообще ходить по всяким концертам вот этим вот толкучком в толпе парады всякие там ко дню победы концерты на театральной площади вот это мы любим вот а вот за два года как-то я отвыкли не знаю может быть мы постарели просто тяжко было как-то немножко физически что ли муж вообще сказал это я ощутил понял что все-таки стал каким-то диванным человеком вот но все-таки мышь не молодеем вот поэтому но все равно прикольно было я не фанатка конечно ты группа муж тут вообще тоже вот это в тик токе слышала их песни вот эти вот жара и ханзом вот эти вот пацаны я когда услышала название прочитала на что они приедут в ростов я думал кто это больше кто это потом началась я в яндексе посмотрела кто это вспомнила что я вот эти вот их песни слышала в тик токе и нормальным пойдем популярная все-таки группа пойдем нормально попили муж так не любит у нас петь танцевать сильно вот а я немножко там танцанула попела в общем поснимала классно вот и конечно хорошо что не взяли с собой детей потому что толпа и мы там насмотрелись конечно сколько детей теряется в этой толпе сначала начался концерт прям со сцены объявили что мальчик один ходил просто по парку и и его вот эти волонтеры как бы спросили он сказал что он потерялся мальчонки наверно года четыре или пять может быть максимум вот потом стоим в толпе чувствую что-то толкается в ногах смотрю маленькая девочка такая знаете она мне по колено просто была она пробирается просто вот это вот между ног у всех толкается и блин я ж такая оглянулась и я рючей ребенок все такие в шоке не знаю чей этот ребенок и она короче пошла там в толпе конечно еще такой шум мгам и не крик нежно никого никуда не побежишь потому что оттуда просто нереально выбраться с этой толпы мы концерт до конца не досмотрели мы еле еле оттуда вылезли стол кучки с этой и поехали домой потому что мы понимаем что если досматривать до конца конечно в конце еще был салют косяк не посмотрели вот но если оставаться там до конца просто могут затоптать люди такие вот тем более мы оставляли далеко машину нас ну кто знает из ростова на левом берегу левобережная набережная там проходил концерт машину мы оставляли на мега маги пешочком там ну прилично так пройти поэтому мы пораньше вышли пошли пока дошли до машины сели приехали домой а дети такие дела вы уже спать леглись было где-то половина десятого наверное я захожу они спят свет выключены мы спим то спать не уложишь обычно это сами легли таки молодцы конечно вот не знаю что еще рассказать света у нас нету я пришла с работы и нет света и в магните у нас нет я еще с работой иду захожу магнит у них этот генератор работает захожу магнит и рубли на 5 цвета купила хлеб пришла домой до сих пор нету света приготовила кушать уже кстати многие меня спрашивают про общую кухню мы живем в коммуналке вот сегодня например готовила там в общей кухне потому что ну во первых света нет у нас я не могу в комнате приготовить на электрической плитке 90 процентов случаев когда готовлю здесь в комнате на электроплитке вот но во вторых и курицу я запекала целиком моя электрическая духовка она просто будет делать это очень долго запекать и не хотелось дома потом жарко после этой духовки нагревается все вот ну и в третьих конечно это гораздо быстрее чем на электричестве готовить на газу газовая плита у нас стоит в кухне просто у меня часто спрашиваете да почему это не готовлю мне проще здесь готовить вот все и таскать все вот эти вот ложки вилки специи там соль эту кастрюль к сковородке туда сюда мне просто неудобно мне нужно выйти в одну дверь потом в тамбуре у нас и вторая дверь пройти через коридор вот с этим совсем туда-сюда ходить вот это там надо помешать тут надо читать нести порезать вот в общем для меня проще готовить здесь я понимаю что это не всегда рационально как-то получается дольше конечно на электрической плитки готовить чем на газу но однако мне проще так я исхожу из того что мне так удобно я могу готовить здесь и параллельно еще два-три дела делать убирать но какие-то свои дела делать те же уроки с ребенком никуда далеко мне не надо бегать в общем вот так вот конечно на газу как гораздо быстрее все готовится еще что вы меня спрашивали про соседей недавно поступил вопрос на я в комментариях ответила нуку кто может не читать комментарии отвечу здесь меня спросили когда мы уезжаем кто поливает мои цветы комнатно мне много цветов кто не знает у меня цветы в основном суккуленты которые не требуют частого полива вот и свободно могут одну даже две недели прожить без полива никто мне не поливает эти цветы я буду перед отъездом полила все уехала приезжаю в этот же день сразу конечно же их поливаю вот нормально обживают почему не поливают потому что родственников попросить как-то тоже блин все в разных концах города живут и просить вот это приехать полить цветы конечно такое себе вот а насчет соседей у нас соседей хорошие можно так сказать нормальные люди адекватные большинство соседей есть конечно как у всех наверное есть соседи странные конечно сми странностями но мы ладим со всеми такой вот как бы с некоторыми просто здрасте до свидания с некоторыми можно поболтать о чем-нибудь о том о сём ну вообще соседи хорошие но близкой дружбы мы с ними не водим хоть мы живем в коммунальной квартире как говорят что у всех кто живет коммунальной квартире и одна большая семья да но нет я вообще стараюсь держать людей на расстоянии от себя и я пыталась как-то знаете с одной соседкой одно время водить дружбу я еще такой человек открытый знаете рассказать могу что но конечно и такое прям интимное что-то не расскажешь но чего-нибудь брякнешь а потом жалеешь об этом блин зачем мне это рассказала как-то не просто в хороших нормальных отношениях с соседями но вот водить дружбу я ни с кем тут конечно не собираюсь и не буду и муж у меня тоже такой человек что дружить и были такие случаи когда мы вселились там сосед предлагал приходите и попьем пивка типа там посетим нет просто нет и все вот а теперь уже конечно через много лет прожитый здесь уже конечно людей знаешь гораздо больше и думаешь слава богу что я тогда с тобой не не сидел и не пил пиво потому что не хочется заводить близкую дружбу просто вот привет привет пока пока как дела какие-то бытовые вопросы можно обсудить недавно кстати мы поменяли окно у нас в душе пластиковая вот муж мне там обшивает пластиком откосы короче всю эту душевую обшивает пластиком в общем такие вот вопросы бытовые обсуждаем просто и все иногда когда готовлю там на кухне можно поговорить как на какие-то нейтральные темы дамп посмеяться там чего нибудь такой вот но дружить я ни с кем тут не собираюсь это кстати семечки грызу то вчерашние остались решила догрызть семечки вот все пылесосить не знаю дети говорят что пылесосили но как то я не особо это не замечаю света все равно нет чтобы пылесосить поэтому поэтому вот так каналы я своим второй третий канал забросила совсем на детский канал я не хочу снимать больше наверное не буду он не растет и бессмысленно вообще вкладывать на него силы тем более сейчас такой обстановки разговорный канал как-то времени сейчас не хватает на него что-то поснимать хотя надо бы как-то может какой-то мукбанк напишите кстати стоит мне это делать или нет или уже заниматься чисто вот этим каналом и все сейчас я за монетизации не гонюсь абсолютно даже вот судя по этому видео с концерта до 45 минут на видео я просто на нем отключила рекламу чтобы мне страйк не прилетел за нарушение авторских прав и хотелось вам передать просто обстановку это с праздника и не включила монетизацию дети мои пришли нагулялись? дождь идет там? нет ладно будешь интересная что? надо конечно там в душе дети мои дни погода у нас оказывает дождь моросит кто не моросит вообще такого нормального дождя не было пасмурно постоянно побрызгает и все ладно, буду пока отдыхать потом если что-то будет интересное поснимаю а то жена говорила вам продолжаю снимать влог муж пришел с покупками сейчас я вам покажу у нас не помню говорила не говорила открылась торговая база бум мы раньше ездили в шаговой доступности у нас не было ездили на эту базу там ну есть что-то хорошее есть что-то не очень знаете по типу как светофор только такой вот поблагороднее светофор прям совсем такой вот как бы бюджетный ну вот база тоже как бы там бюджетная все ну можно выбрать например вот чаи муж купил один чай 48 вот этот 36 рублей чай чек вам потом покажу взял вот такие пироженки пироженки вот эти 22 рубля представляете а вот эти жемчужина ой так жемчужина вот 62 рубля почему-то тут 63 написано а эти по 22 рубля штучка также картошку взял картошка по 35 рублей это вообще дешево вот хорошая такая прям как будто с огорода только что вот на 101 рубль взял и взял сыр такой ну сыр конечно не очень совсем такой вот прям как мягкий так королевский топленое молоко 134 рубля ну нормальный вот и помидоры кстати взял такие красивые розовые 109 рублей 109 рублей килограмм вот на 113 рублей взял они такие крупные хорошие розовые так и вот в этом буме он потратил 547 рублей 109 рублей такие цены будут теперь частенько заходите что самое странное каждый день я хожу на работу с работы мимо вот этого магазина у нас раньше там была ассорти магазин вот такой вот ассорти называется мы туда никогда не ходили там как-то дороговато и не особо мне нравился вообще этот магазин а сегодня иду а там бум оказывается и уже давно как оказалось вот так что буду теперь часто туда захаживать так и был он еще в красное белое заходил и купил когор вот такой 500 с чем-то рублей когор стоит сейчас посмотрим где его делают Ялта в Крыму делают и вот такой вот голицинские вины полусладкое вино белое тоже в Крыму делает в Евпатории ой господи в Евпатории в общем будет сегодня у нас такой вот вечер сейчас вот это все поубираю и потихонечку буду накрывать на стол ужинать будем по полу нахер дорогу да 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 Продолжение следует...